Зелёный свет хвостатым рейсом. Животным разрешили путешествовать в поездах без сопровождения хозяев. Владельцам собак и кошек достаточно купить питомцу специальный билет. Пока система работает в тестовом режиме. Подробности в следующем материале. Джек Рассел Терьер Луна оглядывается по сторонам. Вокруг суетая стук колёс и место для прогулки непривычное. Собака и не догадывается, что вот-вот станет одним из первых в России самостоятельных четвероногих пассажиров. Улетаем всей семьёй отдыхать, но вот самого главного члена семьи взять с собой не можем. Поэтому отправляем к родственникам в МИАС. Очень переживаю, как она там будет себя вести в вагоне, как будут ухаживать за ней проводники. Положила вкусняшки, вот взяла переноску. Российские железные дороги разрешили перевозку домашних животных без хозяев. Проект уже запущен в тестовом режиме по 13 направлениям. Воспользоваться новшеством могут и южноуральцы в списке маршрут Челябинск-Москва. Чтобы отправить питомца, в кассе нужно оформить специальный билет и заполнить заявление, указать паспортные данные и контакты того, кто провожает и того, кто будет встречать хвостатого пассажира. Путешествовать зверь должен в переноске или клетке, а весить не больше 75 килограммов. Ехать животные будут в отдельном. Купы в вагоне повышенной комфортности рядом с обычными пассажирами. Последние, к слову, новости о соседстве с собаками и кошками восприняли неоднозначно. Ну давайте мы вас запрём в купе на 36 часов. А потом в каком состоянии выйдет человек? Так же животное? Я не против. У меня была собака, я животных люблю. Вместе с Луной в рейс отправляется и шотландская веслоухая Сима. О воде, корме, абсорбенте и игрушках на время поездки позаботились хозяева. Как часто кормить животное? Днём или вечером посмотрите. В принципе, ещё даже должно остаться в этой миске. И всё. И этого корма ей должно хватить до конца поездки. Николай Позёмин – заводчик. Симу отправляет к новому хозяину в Москву. Такая доставка обошлась в 2000 рублей. Это стоимость билета и обслуживание усатого пассажира в пути. Выходит гораздо дешевле, чем сопровождать котёнка самому. Ведь в среднем билет до столицы для обычного пассажира стоит 4000. Всё, кошечка Сима, хорошо тебе доехать до Москвы. Давай, обратно залазь. Проводники волнения не скрывают. От новых пассажиров не знаю, с чего ожидать. Да и к самой организации перевозок пока есть ряд вопросов. Но тут же есть вопрос, что собака должна не приношать вред здоровью других пассажиров. Но мы же не уверены без этой ветеринарной справки, что собака здорова. В тестовом режиме животных без сопровождения будут возить до середины августа. Дальше РЖД примет решение дать хвостатым рейсам зелёный свет или всё-таки нажать на стоп-кран и остановиться на том, что каждый питомец должен путешествовать с тем, кто его приручил. Елена Вишнякова, Яна Турмина, Евгений Щекалов, ОТВ, информационная служба, медиагруппы «Знак».